И с собой два, я не знаю, как наставить гости. Демоны. Демоны. Два гостя, просто лучше два гостя. Гости, гости. Вы же ведущие? Да, уже хозяева. Вы же хозяева. Со мной два хозяева. Я приветствую зрителей 9 канала. В эфире программа «Доживем до понедельника» и в студии Евгений Гендин, Григорий Гельфер и я, Елена Кальянова. И пока Женя не начал перечислять средства коммуникации более современные, по которым с нами можно связаться, я скажу, что телефон нашей студии по-прежнему работает. 370-3101. Мы рассчитываем на то, что вы нас смотрите и принимаете участие в нашем разговоре тоже. А что там перечислять? Фейсбук. У нас есть страница в Фейсбуке, где в течение недели до передачи и во время передачи вы можете задать нам любой вопрос, мы можем дать вам любой ответ. Это страница в Фейсбуке. Даже без вопросов. Доживем до понедельника. Я так понимаю, что очень много чего произошло. Все такое вкусное, все такое мутное. И в стране, и в городе. Про мир я уже не говорю. Самая большая проблема – это нехватка времени у нас в эфире. Событий, да, действительно, очень много на этой неделе. Они такие вот, ну, просто море, я бы сказала, они очень бурные, скандальные, иногда смешные. Ну, и, к сожалению, трагичные тоже были на этой неделе дата расстрела майдановцев. Я по-прежнему не могу говорить без комка в горле об этой теме. Думаю, не только я одна. И по-прежнему наша власть ничего не делает для того, чтобы как-то ситуацию изменить, я не знаю, облегчить, прояснить, назвать виновных в конце концов. Не может или не хочет? Ну, не хочет, конечно, не хочет, никто не может. Ну, на самом деле, вот, да, прошло два года, и вот эти дни были отмечены, ну, по-разному. Кто возлагал цветы, кто отдавал дань памяти, кто громил, значит, офисы, там, Альфа-банка или, значит, Ахметовский. Ну, каждый по-разному видит, как надо отмечать эту дату. Ну, на самом деле, за эти два года, насколько наша страна изменилась, повзрослела, вот было очень показательное событие. Это голосование за отставку правительства Яценюка, значит, ну, вот, скажем, сначала было голосование за признание неудовлетворительным, значит, вот, работы правительства. Проголосовало 237 человек за то, что правительство неудовлетворительно работает. А за саму отставку проголосовало 194 человека. То есть, это говорит о том, что, ну, поставили двойку и оставили на второй год. Это, в общем, как бы нормальный такой вариант. И есть куча версий, почему это произошло, там, есть куча трактований, то есть, вплоть до того, что там каким-то фракциям спускали даже квоту, сколько они могут, людей, значит, разрешить, не голосовать за отставку, в смысле, голосовать за отставку, чтобы сохранить пиццу. Ну, это как королевская, в смысле, голосовать, в смысле, не голосовать, нажать, не так, выйти вовремя. Короче говоря, очень, очень все странно, очень все стыдно, и вот это вот два года. Мы перескочили к теме отставки, я все-таки про Майдан тоже скажу, все-таки, потому что мне это важно, мне это болит, про вот эту годовщину Майдана. Потому что вот эти все мутные игры, все равно, это же после этого, Майдан был раньше, сейчас мы живем в постмайданной, уже в той Украине, которая должна была быть демократической, процветающей, быть витриной и премьером. Значит, день расстрела небесной сотни, 20 февраля, вторая годовщина, у меня вот такое, то, что там, безусловно, это провокации, вопрос, тут же куча версий, для меня это безусловно. И у меня было вот такое ощущение, что вот дешевки, вот в наш день, как это не пафосно, но это наш день, то есть те, кто был на Майдане, может физически не был, но те, кто на общей волне, общий кусок души и общая память. И вот именно в наш день такое, я это назвал, отрабатывали революцию от стоинства. Вот была революция достоинства, революция от стоинства. Как по мне, это, безусловно, галимые провокации такие, ну и псевдореволюция. Причем по тексту вот такой вот, типа, Ахметова что втюхивалось, типа, такое, блатота. Ахметова не посадили за убийство на Майдане, никто не ответил, порох слил, Байден не дает жавелинов, банки российские находятся, поэтому гони мобилу, брателло. Но это была бы односторонняя версия, односторонняя версия, то, что действительно русские банки, там, российские банки, бизнес, там, как бы страны, агрессоры. Ну это вопрос на самом деле, он непонятен. Одна из версий, подчеркиваю, одна из версий, все-таки, что это разводка оттуда, чтобы, что это не Путин, Путин, плевать абсолютно на путинскую картинку, но чтобы, вот, разводка, как называют, с банковой, одна из версий, чтобы рефлекс, да, Нет, нет, чтобы показать лицо протеста, что, условно говоря, там, лучше уж Порошенко, чем какой-нибудь фрик Кармазин, или чем какой-нибудь отморозок из неизвестной правы, что на Новый Майдан могут собрать только маргиналы, бомжи, алкоголики и так далее. Такая, это одна из версий, но такая версия вполне тоже, ну, Путин, на Путина то плевать, но вот это вот как бы больно. Ну, и про голосование в парламенте, мне, например, непонятно, где были 200 человек, почему их не было на рабочих местах, около 250 человек принимали участие в работе. Может, они с Кармазином-то влазили? 200, это половина парламента, зачем, зачем их 450? Зачем они? Лучше или худше? Поэтому и не ходят. А там же, на самом деле, версии там вот... Даже справки не требуют от них, вот от врача, ну, купили бы справки, предоставили, а поэтому никто не говорит, где будет 200 человек. У нас же, Емрай, веселая передача от Патолого-анатома, неплохо бы справку. Там же версии есть, опять-таки, конспирология, не конспирология, но вот есть там два с половиной журналиста топовые, которым я доверяю. Вот Юлия Мостовая в «Зеркале недели» очень где-то все версии, что вот две версии, и обе они достаточно, ну, не очень хорошие для Петра Алексеевича. Первое, что вот такой расклад голосования был задуман, как некий сговор президента и олигархов с целью оставить Яценюка. И второе, менее распространенное, но тоже не очень приятное, как бы, для Порошенко, что впервые вот в истории, ну, мы же видим, по факту, президент впервые в истории нашей независимой Украины, президент, замахнувшийся, ну, грубо говоря, на премьера, не смог додавить, добить его в зале Верховной Рады. Ты что-то хочешь? Нет, я просто хочу сказать, что я просто хочу процитировать ушедшего Умберто Эка, великого писателя и философа. Он сказал, что ничто не рождает такое количество толкований, как бессмыслица. Поэтому вот все вот эти вот версии, ну, которые существуют, они, в общем-то, показывают о том, что на самом деле смысл происходящего, наверное, не очень даже понятен самим участникам. Ну, и получается, что вот они, как бы, друг друга развели, они даже перестарались с оппозиционным, дали с запасом, не дали, вернее, с запасом голосов. Оппозиционный блок, это вообще самое, ну, я хотела сказать грубое слово, да, уродское поведение, да, продемонстрировали. А чего у нас, тоже не в своих новостях, говори. По словам, по словам Бойко, да пофиг им с судьбой страны, им совершенно все равно. Главное, что они не дали обвести себя вокруг пальца за нос, за нос он сказал. Я чего-то вот глядя на вот эту историю, я вспоминаю студенческие годы и вот увлечение некоторыми карточными играми, ну, как теорию игр просто, я же все-таки на мехмате учился. Да, вот мне напоминает, ну, в какой-то степени это немножко, там, преферанс. То есть, вот все время они как бы сдают, то есть, кто-то сидит на прикупе, и вот эта смена, там, участие в коалиции, там, вот одни вышли, другие вошли. То есть, объявляется козырь, например, реформы, да, или там, скажем, тарифы, или там, патриотизм. То есть, и вот кто-то с этих козырей ходит, там, что-то набирает, потом, значит, все меняется, пересдача. И, как бы, на Западе тоже политики не идеальные, но они расплачиваются сами, когда пуля заканчивается. У нас проблема в том, что когда... Пуля в каком смысле? Да, ну, не на счет, да. А у нас получается, что когда это все заканчивается, платим каждый раз мы. Это такая игра неправильная. Я вот не знала, что на мехмате, там, с картами. Да, ну, конечно, да. Я думаю, что уже в следующей передаче Коляна уже курить в эфире начнет. Я не курю! Сейчас только выпила, и все. Тут Сергей Падалкин откомментирует то, что ты сказала, что вот насчет голосования, отсутствие на рабочем месте свыше трех часов, это прогул. И основания для увольнения. Ну вот, это абсолютно четкая ситуация, никого не волнует. Я хочу закончить с этим правительством, ну, по крайней мере, в нашей передаче. Может, ты закончишь. Да, вот есть, и к тому, что Гарик говорил, был поэт шикарнейший поэт, ну, вот он умер, ну, в силу вредных привычек, короткая жизнь, в 79-м году. Олег Григорьев такой вот, такой вот, такой, ввел такой маргинальный образ, шикарнейший совершенно поэт. Он как чувствовал, он написал эту ситуацию, вот она подходит сюда, к Верховной Раде, и к Верховной Раде нашего города она подходит. А у нас есть Верховная Рада в городе, да? Конечно. Ты же депутат Государственной Думы Днепропетровского курсовета. Тухлый взбалтывал пряного, сырого, нагого и пьяного, а жухлый наматывал тухлого, поджаристого и пухлого. Но мы видим, что... Тут намек на четыре фракции, как минимум. Ну, пухлый это кто? Это Баблокшин, а? Нет, тухлый это. А перезагрызка, я не оговорился, типа спонтом оговорился, перезагрызка власти продолжается, коалиция крепка, как никогда, вот, как самое настоящее, никогда. Мне понравилось, что Луценко сказал, он сказал дословно, что БПП довольно работой около восьми министров. Около восьми. Я не знаю, около каких восьми министров работал Юрий Луценко, но он назвал технократы. Там, Ярейско, Пивоварский, ну, допустим. Дим Чишин, это умилило меня очень. Технократ, технократ, вот, я лично, ну, Луценко с ними хорошо, дай богом. И пошли же фракции, кто с вещами на выход, кто с вещами на вход, ну, вопрос, с какими вещами это тема отдельной передачи. Вот Юля и Олег. Некоторые очень красиво пошли. Да, вот сейчас, да, я видите, да, Кальянова это то ли радовало, то ли бесило, перед передачей мы не успели обсудить. Чем бы я. Вот, Тимошенко и Оляшко, вот, есть те, у кого политическое чуть-чуть, а у кого политическое чуть-что. У них есть и то, и другое. Есть нытье уже. Вот, да, я закончу, как бы, эту тему выхода, входа стихами уже, не Григорьева, а своими, эротическими, сексуальными, но нормальными, не такими, а брутальными, как, как может быть, в следующем плечении Уфалет. Все смешалось лихо, где там зад-перед, что для Юли выход, для Олега вход. Это совсем не брутально, и я на самом деле ничего брутального сказать не хочу. Давайте вот такую, немножечко таких женских лучей в нашем инфрационном... Добрая женская улыбка. Ну, было же ведь, ну, было. Почему-то вот новый вид, новый лук Юлии Тимошенко, он просто так вот отвлек на несколько часов все события про отставку, все голосования, отсутствие всех депутатов. Я, на самом деле, ничего вообще в этом не вижу совершенно. Как они все видели, а ты не увидела. Ну, что может сделать женщина, когда вот, на самом деле, она может... Женщина может сделать все. Немного она может. Она может поменять прическу, она может там сменить гардероб, я не знаю, там туфли, неважно какие. Гельфера хвалят, Сергей Левченко пишет, извини, я про Юлю, Гельфер математчик, как всегда, молодцы. Спасибо. Так что, Юля, в итоге? Ну, что, ну, забрала она немножечко кусочек внимания. На самом деле, меня удивили наши украинские средства массовой информации, которые отдали прямо... Вот тема номер один была некоторое время, достаточно долго перекрывала парламент. Телезритель Валентин вот в Фейсбуке спрашивает, название ДОЖП, ДОЖП, подозрительно напоминает известное выражение. Это вы специально так? Нет, это случайно. Это абсолютно случайно. Ну, и еще вот из женской темы на прошлой неделе, это была тема доходов Светланы Епифанцевой, это я к городу уже плавно перехожу. Ну, не знаете, я думала над этим некоторое время, почитала. Над этими цифрами, да. Ну, ничего странного. Потому что наша передача заставляет подумать. Да при чем тут Светлана Епифанцева вообще, вот при чем? Она all boots woman. Сегодня ОМВФ, я серьезно сейчас. Oh my God, boots woman. Сегодня у ОМВФ есть несколько советов для Украины. От поднятия тарифов до пенсионного возраста, вернее. И очень требует от нас, так настоятельно требует внедрения нового института, который называется лица, связанные с политикой. Так вот, ОМВФ хочет, чтобы в банковской системе Украины сегодня была внедрена система идентификации политиков и лиц с ними связанных. По этой системе народный депутат или политик, любое публичное лицо не может открыть счет в банке, купить себе автомобиль, без того, пока он не докажет, что есть доходы легальные, откуда они. За светки, я сказал за светки. За светки. Все светятся в ЕС, все светятся в США. Администрация президента, естественно, очень избегает соглашаться на такой совет от МВФ. Ну, не избежит. Тормозит, тормозит созданием прозрачной системы. Можно тебе интимный вопрос? Мне давать. Я не понял. Продоходы. Ты гонишь на Эпифанцеву или не гоню? Я не гоню. В данном случае я не понимаю. Потому что двухсторонно, что вы гоните на Эпифанцеву, чего не гоню? Там все чисто, юридически чисто. А что, только гнать надо? Все, че, но родители помогли или что, я уже не помню. Ну, короче говоря... На самом деле, это отвлечение. Это не в ней ведь дело. Это дело в системе нашей государства. А в городе, на самом деле, происходят же вещи очень такие бурные. И удалось, в общем... Мочить, Егор-совет. Не, ну а что мочить? Я же, в общем, присутствовал изнутри. А вас мочат. И нас мочат. И все рассказывают, когда же что-то уже произойдет, когда же начнет работать. Вот в среду, значит, было такое собрание депутатского корпуса. Ну, были представители всех фракций. Было холодно в зале. Не работала система Рада. Но, тем не менее, значит, как бы речь шла о том, что обсуждается, наконец, регламент. То есть, я хочу вот сказать, в чем вообще суть вот этого главного спора, о котором идет речь. То есть, вот это такое двоевластие. Да, с одной стороны, есть мэр Филатов, там, без пяти минут, монарх, который все там узурпировал. А с другой стороны, есть депутаты, возглавляемые... А, так ты над Краснова работаешь? Ну, подрабатываю. Вот. А с другой стороны, есть вот депутаты, как бы... То есть, Краснов, который говорит, что мы же депутаты, нас избрали, и мы должны... Там, мэр ноль, сказал он. И мы должны за выборы. Мы должны еще за выборы. Короче говоря, значит, и вот озвучен был регламент. Я не буду разбираться, так сказать, в деталях. Но, просто речь идет о перетягивании полномочий. Вот, например, там, например, сказано такое, что там депутаты городского совета должны согласовывать, например... Мало того, что, ну, заместители мэра, это понятно, всех руководителей департаментов, коммунальных предприятий, вплоть до, там, заведующий детским садиком, это руководитель коммунального, там, учреждения образовать. Вот его должны согласовывать в профильной комиссии. То есть, в принципе, это означает, что, ну, не неся никакой, как бы, ответственности, депутаты, в общем, начинают контролировать людей, которые хотят устроиться куда-то на работу. Это ведет к разным вещам, про которые нам рассказывает МВФ. Дальше. Четыре депутатские комиссии могут заблокировать, значит, там, какое-то решение. То есть, четыре депутатские комиссии, там, в среднем, если по семь человек в комиссии, то есть, 16 человек, ну, как бы, в каждой комиссии, то есть, 16 человек может заблокировать, вот, решение, как бы, городского... Ну, это борзость. Нет, это... Это юриспруденция называется борзость. Да, это борзость, да, это вот действительно, это еще в римском праве так называлось. Это еще кони юриспруденция. Вот, короче говоря, значит, и, в общем, ну, само обсуждение, оно носило такой вялотекущий характер, потому что сам движ был в здании, потому что там пришли... Пока не подрались. Да, пришли бабушки спортивной наружности, значит, они там осадили кабинеты, значит, соответствующие кабинеты, там, эту Янику Мерила и Диму Дубилета там заперли. Ну, в общем, это отдельная история. Я все в прокуратуре расскажу. Они работали, они просто работали, работали. Ну, а, между прочим, ну, вот, секретарь горсовета, он типа, ну, не типа, он там, как бы, был избран и подписан Филатовым, он провел вот это вот заседание, ну, я могу сказать, что, ну, не цицерон, да, не цицерон, то есть стало понятно, что Загид Геннадьевич, это человек... А вы что, это до лекции? Не-не-не, это человек не слова, а дело. Причем это дело было рассмотрено там в Бабушкинском суде, значит, и, в общем, была такая ухвала, я уже забыл, как это переводится, ну, там... Решение. Да, это даже не решение, это там какое-то такое там понятильное слово, что, короче говоря, на какое-то время... О, да, ухвала, вот не имеет права, значит, ну, секретарь подписывать какие-то документы, и потом этот же судья, ну, он взял с обеих сторон и судил честно, решил, что и заместители городского головы тоже пока нелегитимны, потому что, вот, не положено. Я про эти слушания, да, я обратил внимание, значит, я был на этих слушаниях, но, во-первых, хочу сказать, что, как бы, за время избирательной кампании, если по отношению, ну, как бы, к Вилкулу, я иногда позволял себе, но уже слишком у меня это внутри сидит, да, я не сказал ни одного худого слова. Это бесит, скажи, тебя бесит? Бесит, 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 что не добесило еще, да, по отношению, как бы, к Загиду Геннадьевичу, я ни одного худого слова, я и сейчас не буду говорить, вот что меня действительно бесит, это то, что вот они, Иопа-Блок, они, вот как Путин с женщинами, они бюджетниками, эти врачи, мы собрали сессию, для того, чтобы, ух ты, боже мой, как она, для того, чтобы выплатить... Да, не получат вы. Да, врачам и учителям, вот как Путин, мы пойдем сзади за женщин, вот так вот, популизмом страдают все. Это абсолютная тема, родная языком. И наша демократическая фракция тоже, вот, укроп, сестры, но у них это настолько цинично, вот спекуляция на вот этих бюджетниках, учителях, я хочу, я обратил внимание... Вспомните русский, украинский язык, что в зале... Причем меня обвинили, извини, что я не знаю, как живут врачи и учителя, я сказал, ну да, конечно, у меня супруга, учитель. Вот на этих слушаниях я обратил внимание, во-первых, что в зале сессионном Горсовена нет ни одного мафа, молодцы, это действительно молодцы, ни одного мафа. Я еще порадовался за ОПА-блок, вот можно фотографию, мама, я поел и в шапке, вот фотография. Вот, кстати, вот замечательная была такая заметочка, нету фотографии пока еще. Где фотография, вот... Ну, рассказывай словами, фотографии добавляйте. Не, а что словами, что словами, это уже происки ОПА-блока. Ну, там фотография, значит, такая, вот я ее снял на свой телефон Samsung, Samsung, лучший телефон, но я снял ее на телефон Samsung, вот, может быть, все-таки ее покажут. Сзади там сидит депутат ОПА-блока в кепке, вот в шапке, я ее назвал, фотография, да, он в пальто сидит, и в кепке, мама, я поел и в шапке. Я еще порадовался, ну, он, правда, говорили, что холодно, Филатов же гадот такой... Снимал и пальто... Отключил, да, но я... Нет, там не было так холодно, отключил отопление в шапке, но я надеюсь, когда ОПА-блока не будет, станет теплее. А у нас, между прочим... Что может наступить? Спасибо за фотографию. А Шеркасский тоже все время сидит в шапке. А давайте вместо фотографии послушаем звонок, говорят, что есть по теме наши обсуждаемые. Давайте посмотрим звонок. Добрый вечер, если по теме слушаем вас. Добрый вечер. Добрый, да, пожалуйста. Я хочу задать такое, вернее, обратить внимание на следующую тему. У нас 4 месяца назад избран городской совет. До сих пор ни в каких средствах массовой информации не опубликован список депутатов городского совета. И какие округа относятся к каждому депутату. Оказалось, что округ, в котором я живу, оказался без депутата городского совета. А в другом есть 4 депутата городского совета. Вот Григорий Гельфер, я вместе с ним была депутатом городского совета. Он мыслит себе, что он просто так, витающих в облаках. Не может такое быть. У каждого должен быть округ. И я понимаю, что мы избиратели. Конечно, спасибо за вопрос. Мы должны иметь представителя своего в городском совете. А назовите свой адрес, пожалуйста. Где вы живете по улице? Проспект Правды. Проспект Правды. Ну это не ваш. Ну это не мой. Я знаю округ. Нет, ну мой округ, это там 21 округ. Я могу вам все улицы назвать, но нам не хватит передачи. На самом деле есть такая информация на сайте. На сайте городского совета. Конечно. Нет, ну это правда. На самом деле есть такая ситуация, что есть округа в городе, их 15, по-моему, где не избраны депутаты. Ну потому что эта система, скажем так, она несовершенна. И поэтому получилось, что есть округа, где нет депутатов, а есть округа, где там два и даже три депутата от разных партий. Назрели уже вопросы у людей к несуществующим депутатам. Ну все-таки у горсовета есть сайт у Днепрорады, а чего я пиарю сайт, я не депутат горсовета, но там абсолютно по округам, там дни приема, там это есть, там все это написано. Днепрорадогов, очень показательный домен, да, gov.ua, есть такое. Ну что, не очень у нас много времени остается, мы уже поговорили о том, как потеряли люди должности у нас, массовый падеж такой. Ну не потеряли, а на время приостановилось. Ну на время, кто-то пока потерял, кто-то пока вот там... Кому-то руку сломали. Кому-то руку, да, кому-то руку там сломали. Есть такая, действительно, драматическая ситуация, хоть и за по блока, но реально. Кому-то руку, он представляет, ну как бы конструктивное большинство, как он сказал, ну в фракции оппозиционного блока, и он, ну это была пресс-конференция, где он сказал, что, ну у них на заседании фракции он высказал несогласие с позицией там Вилкула, и в общем-то кто-то там где-то как-то сказал, что надо ему набить морду. И в общем-то по факту, по факту такое и произошло. Вот чуть-чуть тоже уделю этому времени, потому что такого все-таки в этом городе договаривались, как правило, и все-таки таких фактов еще не было. Все хотят повоевать, все крутые, как бы все матчи, Вилкул хочет повоевать, прежде всего. Мы живем в одном, как говорится, как Паша Мюллер говорил, что знает двое, знает и свинья. Инсайды из оппоблока, ну то, что они сыпаться, как бы начинают, доходили, потому что у нас могут быть противоречия, но все живут в одном городе, тот тому пишет, тот этому. Инсайды были вот такие там, Саша сказал максимально вредить Боре, пусть будет Карфаген, это я тебе почти дословно пишу. Наши депутаты считают, что у него крыша поехала и готовились выходить. Про ручки и ножки говорят. Я на пресс-конференции... Карфаген должен быть разрушен. Григорука, я спросил их, что за такой таинственный Саша, но они на самом деле еще, конечно, очень рабелин. Хочу сказать вот последнее, что расчет вот на наш раздрай, на нашу усталость, на раздражение от некоторых действий нелепых новой городской власти, они же больше замечаются, нежели как бы нормальные. Отельных представителей. Расчет еще на коммерчески гибкую активную часть активистов, коммерчески гибкая, понятно, о чем я говорю, я их называю конъюнктурными активистами, конъюнктивисты, я им дал такую кличку. Но и мы же никуда из этого города не делись, мы здесь, вот из нашего города, вот, поэтому либо воюйте, что лучше не надо, либо доделите уже там свои кладбища, рынки, темы, зоны и сферы влияния, тоже работайте, либо... А еще у нас прошел зато конкурс Шостаковича, впервые в нашем городе, в это время, международный, фортепианный, классный, и на имидж города это очень здорово сработало. При поддержке Филатова мне об этом не стыдно сказать, потому что реально... Потому что это Шостакович. Он помог, а все участники этого процесса, о котором мы сейчас говорили, видно, немало Шостаковича в детстве слушали, а не мешало бы. А еще Евгений Марксович, да, я правильно говорю, уже живет на улице другого имени, да, у нас было такое массовое переименование на прошлой неделе. Да, 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 это же смешное потом по этому поводу, если останется время. Но уже времени не очень много остается, по-прежнему у нас Днепропетровский и Днепр, по-прежнему протесты. Да, ну и там уже не проспект Карла Маркса, это уже... Но, наверное, Лена это хотела сказать, я так понимаю. Нет, нет, я хотела сказать о том, что вот Саша возмутился о котором... И Женя об этом даже в Фейсбуке написал о том, что он не имеет, как бы, претензий никаких. Да, я как сын Маркса, моего имя... Я поэтому тебя поучество назвала. Да, да, да. И улица Ленина, слава богу, не улица Бандеры, а все-таки... Очень, кстати, забавно по этому поводу, вот был город Комсомольск, да, у нас же все это пытаются хитро сделанные, там, ОПО-блок, там, и Громадская сила, это же сохранить... Поменять легенду, спрести... Поменять, да, Днепропетровск оставить, ну, типа, между капелек в истории, честь апостола, да, Петровского и так далее. То есть, вот такая вот богодельная перета, она же не только в Днепре, Комсомольск, я коротко, Полтавская область, вот город, там, где Попов, кстати, был когда-то, вот, там же тоже надо, типа, менять, там были варианты на Днепрянск, Христианск, Христиане, я помнишь, Копенгагене, где Гашиш, можно чисто... Ладно, не будем мы там в эфире, вот, не, значит, и на сессии был вынесен проект какого-то там самородок-учитель какой-то, который предложил аббревиатуру Комсомольска ставить, производно не от Комсомол, а от аббревиатуры, коллектив молодых, социально мотивованных людей, мягкий знак, справжних, козаких. Ну, такая себе новая интимология, такая, новая. Я здесь уже в студии, когда мы готовились, я не знаю, будет ли это видно, я предлагаю, вот, кстати, вилку на вооружение взять, вот, можно Днепропетров сохранить название, в этом же стиле, например, Днепр, Днепр отпустить Петровского рубеет в силу косности. И название остается, я извиняюсь за то, что это не оформлено, как-то, коротко последнее. Ну, ты оформил и подавал. Я как-то, да, закончу эту тему уже, и все, мы, я как-то... Интимология сложная, интимология сложная. Да, пришел домой недели три назад на свою улицу, не Плеханова, Владимира Великого, и мой младший сын, значит, читает в смартфоне список всех переименований, вдруг у него брови вверх, говорит, А что, у нас была улица юных ленивцев? Теперь и ее у нас не будет. Да, это ведь ленивцы. Нет, потому что ленивцы подросли уже и стали такие... Тема сложная, мы посвятили им следующую передачу. Да, и хотел нас научить парковаться опять в этой программе. В следующей передаче буду вас... Я единственный не водитель, буду учить вас парковаться. Давайте о хорошем. Вопросов нет? Что, кроме конкурса? Я даже не... Ну, что я могу сказать о хорошем? О международном. Все хорошо. Что есть версии, что Ангела Меркель станет генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Что для нас очень, безусловно, важно, потому что... А, кстати, было бы неплохо, но уже кого только туда не сватали. Не, ну, это только после новой прически. Ну, в принципе, последний. Да, ну, прическа будет, потому что пора уже повышать престиж этой организации. Она, в общем, женщина с международным авторитетом. Так что я думаю, что она туда зайдет, и все будет хорошо. А декларация, декларация не нормальная? И как-то счастье в нашем отдельном городе. Ну, да, ну, не муж там в основном зарабатывает, он же там профессор, по-моему, что-то такое. Я вот предлагаю, давайте прононсируем, что все-таки какую-то интерактивную часть мы со зрителями сделаем. Да, мы какой-то вопрос обязательно запустим. Мы же говорим, что мы аккуратно притираемся, как бы, друг, хотя я там уже... Уже неаккуратно. Уже не до натертости, но при тертости определенные есть. Я хочу вот обратиться и к нам, это не новость. Я же не обязан, я не подписывал контракт, что новости. Вот, уважаемые телезрители, мы давайте для начала перестанем... Вот полезные советы, да, перестанем жрать друг друга после шести вечера. Сначала, да, после шести вечера, а там, видишь, втянемся, станем красивше, здоровше, тоньше и вообще... Да и себя давайте, как бы, тоже не будем жрать. Ну, вот на этом, я думаю, что и закончим сегодня. Я надеюсь, следующая неделя будет не такая бурная, мы сможем как-то вот какую-нибудь тему более глубоко обсудить. И художественно. Да, подольше поговорить и более художественно. Доживем до понедельника. Спасибо большое вам за внимание. Пишите на те вот средства, информацию, которую вам Женя продиктовал. Оставайтесь на девятом канале. Всего доброго. До свидания. Сам ты Марксович. Это вот меня пишет Марксович. Сам ты Марксович. Демоны. 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 Просто лучше два гостя. Гости. Гости. Вы же хозяева. Вы же хозяева. Да, да, да. Соло два гостя.